Друзья, всем привет! Добро пожаловать в нашу рубрику новости электротехнические и это уже второй выпуск. Итак, начнем. Наконец-то мы сделали версию готового электрощита для частного дома. Как вы знаете, у нас достаточно давно уже существует линейка готовых решений, готовых электрощитов, которые подходят для большего количества квартир с обычным типовым ремонтом. При этом не нужно делать проект электрощита, а скорее кабель электромонтаж подгоняется под тот электрощит, ту версию, которую вы выбираете. Это существенно снижает итоговую стоимость готового электрощита, а также эти электрощиты выполняются намного быстрее, нежели чем по индивидуальным проектам. Эта линейка представлена у нас уже более двух лет и вы можете на нашем сайте знакомиться со всеми ее вариантами и конфигурациями. Но одно дело сделать электрощит для квартиры, совсем другое для домов, особенно для домов для постоянного проживания. В этих щитах намного больше нюансов. И вот, наконец, мы разработали свою первую версию электрощита для частного дома. Она включает в себя все те же аппараты, которые мы чаще всего устанавливаем во всех своих электрощитах, но при этом учитывают особенности именно частного дома. Как минимум это насосы, септики, котлы и, конечно же, ввод генератора. По нашей статистике, как минимум каждый третий электрощит для частного дома все-таки закладывает такую возможность, как подключение резервного генератора. Полностью ознакомиться со всеми характеристиками и стоимостью, как всегда, можно на нашем сайте. Так как мы почти каждый день делаем заказы и у АББ, и Шнайдер Электрик, и Хаггер, и Феникс Контакт по своим задачам и своим проектам, то мы постоянно мониторим средние сроки поставки, наличие и сроки заказных позиций. Увы, но за последние полмесяца и у АББ, и у Хаггер, к сожалению, многое поменялось. И вследствие этого мы запросили от них официальное письмо с объяснением ситуации. И многие позиции, которые не были заказными, вдруг стали иметь достаточно большой срок поставки. Разумеется, это не касается тех, кто вовремя запасся ходовыми позициями. Но, увы, сейчас у многих дилеров именно заказ даже ходовых позиций занимает большее количество времени, нежели чем это было всегда. Это касается боксов Хаггер серии FW, достаточно распространенных, а также автоматических выключателей АББ серии S, однополюсных, двух, трех и четырех полюсных. Надеемся, что скоро ситуация наладится. А пока приходится искать варианты замены или обращаться к другим дилерам, у которых эти позиции пока что имеются в наличии. Как вы знаете, около трех месяцев назад Schneider Electric выпустили новую линейку аппаратов Rezi 9. Да, это именно новая линейка, а не те аппараты, которые ранее продавались, например, в Leroy Merlin. Это абсолютно новая серия с новыми характеристиками. Так вот, в каталоге Rezi 9 также есть боксы, которые по своей сути являются копией мини-прагма. Теперь же эти боксы именуются Rezi 9 MP. Притов, на самом деле, других изменений в них нет. Все артикулы, аксессуары и прочее, все осталось без изменений. Цены также не поменялись. Единственное, что поменялось на физическом уровне, это цвет самого корыта, задней части. Если раньше оно было зеленого цвета, то теперь оно серого цвета. Возможно, это не является чем-то новым на уровне нововведения, но, как оказалось, многие до сих пор не знают запретов и приоритетов в цветовой маркировке проводников. У нас в Instagram несколько постов с размещенными электросчетами с использованием коричневого проводника собрало немалое количество неоднозначных комментариев. Поэтому поясняем. Обратимся к ГОСТу 504-62-2009. Базовые принципы безопасности для интерфейса человек-машина. Идентификация проводников посредством цветов. Общее положение. Для идентификации проводников применяют черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, светло-синий, фиолетовый, серый, белый, розовый, бирюзовый цвета. При этом также указано 523. Фазные проводники в электрических цепях переменного тока. Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый. Также пояснение в пункте 3. Для фазного проводника однофазной электрической цепи, питающейся непосредственно от однофазного источника питания, предпочтительным цветом является коричневый. То есть в целом все четко и понятно. И также небольшое пояснение насчет зеленого и желтого цветов. В этом же ГОСТе в пункте 5.2.1 разрешенные цвета также указано. Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета. Кстати, вопрос на засыпку. Почему при наличии этого пункта используется маркировка фаз ЖЗК? Желтый, зеленый, красный. Кто знает, пишите в комментариях. Не так давно был опубликован доклад, в который содержал в себе информацию по пожарам. В этом докладе есть такой пункт, как нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок. По этим данным, пожаров за 2020 год было 51 на 1930 штук. Это означает, что вследствие неправильного обращения и использования устройства электроустановок произошло это количество пожаров. На самом деле, нас интересует более развернутая информация. Для этого мы специально обратились в НИИПО, Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны. Ранее они публиковали в своих материалах подробный отчет не только в целом о нарушении правил устройства электроустановок, а конкретные пункты по конкретным изделиям. На данный момент опубликованы информации за 2019 год. Мы связались с ними и попросили предоставить информацию за 2020 год. Как только эта информация будет у нас, мы обязательно с вами ей поделимся. Можно ознакомиться с этой таблицей и изучить, какие наиболее частые изделия становились причинами пожаров. Как мы видим, большее количество пожаров происходит из-за кабеля или провода. Если взять причину пожара сам электрощит, то это 3114 пожаров или по 8,5 пожаров в день. Вся эта информация достаточно важна ввиду того, что слишком большое количество пожаров возникает именно из-за недопросовестного оказания своих услуг или покупки тех или иных аппаратов или кабелей не там, где это следует делать. Конечно же, выбор всегда за вами. Наша задача сообщить. Закончим на позитивной ноте. Многие из вас с нами уже давно. Кто-то застал появление Инстаграма, кто-то застал появление сайта, а кто-то прошел вместе с нами первый вебинар. В видео я всегда стараюсь давать полезный материал, а в планах у меня более 100 тем на разные темы, которые я обязательно выпущу на YouTube-канале. Но сейчас немного о другом. Об этом просили уже давно. У нас на сайте есть форма обратной связи в разделе обучения. И почти каждый день мы получаем новое уведомление о подписавшемся на уведомления о вебинарах, школе и подобном. Чтобы подготовить действительно качественный и полезный продукт, нужна масса времени. И вот, наконец, мы объявляем о начале подготовки серии уроков. Это будет мега полезная структурированная информация. Я все же как-никак по образованию педагог. Поэтому ждите качественный и понятный курс. Но для того, чтобы не делать это только так, как это видим мы, нам нужна обратная связь от вас. Если вы заинтересованы в подобном курсе, пройдите по ссылке в описании к видео, заполните небольшую анкету, помогите нам получить важную информацию для того, чтобы сделать этот курс еще лучше. Для тех, кто выдержит это небольшое испытание и заполнит анкету до конца, будет бонусное видео на тему 5 лайфхаков по сборке электрощита. Ссылка на анкету в описании к видео. В принципе, это все новости на данный момент. К сожалению, с того момента, как вышло первое видео с новостями, на мой взгляд, вышло не так много интересных новостей, которые, на мой взгляд, являются интересными вам. Если вам интересны какие-то другие форматы, более глобальные новости, не факт, что связаны именно с электрикой и бытовым сектором, обязательно пишите это в комментариях. Мы обязательно это учтем. А если вам понравился формат и вы хотите, чтобы он дальше развивался и выходил, поставьте оценку этому видео, а также распространите его среди жильцов вашего ЖК. Всем спасибо за внимание. Берегите себя, своих близких и свою жизнь. Всем до связи. Пока.